Девушки отдыхают Мужчина, ворвавшийся в зал, заявил, что это его гражданская позиция. Он, как и многие, пришел на выставку, узнав о скандале из сети. 35 фотографий под общим названием «Без смущения». Сначала вызвали бурю в интернет-сообществе. Зашла на афишу выбрать, куда сходить. Я в ступоре. В Москву привезли работы идейного вдохновителя всех педофилов Джока Стерджеса. Американец Джок Стерджес всю жизнь снимает нудистские семьи, в том числе детей и подростков. Говорит, что всегда с согласия родителей, но не всегда в однозначных позах и ракурсах. На выставке представлена лишь часть его работ, заявили кураторы. И среди них нет тех откровенных снимков, о которых говорит весь интернет. Вот кадры с выставки. На всех фотографиях люди раздетые. Взрослые, подростки, иногда дети. По словам кураторов, ни один из этих снимков формально не попадает под определение детской порнографии. Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила прокуратуру это проверить. На данный момент по поводу выставки в центре фотографии имени братьев Люмьер Джок Стерджес без смущения прошли переговоры с прокуратурой о необходимости организации прокурорской проверки. Теперь ожидаем конкретных шагов. Джок Стерджес в интервью часто заявлял, успел снять обнаженными три поколения женщин. То есть занимается он этим давно. И, кстати, в той же Америке понимали и принимали его творчество не все. Десятки судебных исков, обвинения чаще всего в детской порнографии. Протестантские общины пикетировали магазины, где продавали его фотоальбомы. На скамью подсудимых, тем не менее, не попадал ни разу. Заступалось художественное сообщество США и Европы. Была ли экспозиция, которую, к слову, в столице уже посмотрели примерно 7 тысяч человек, публичной демонстрации порнографии решит прокуратура. В Министерстве культуры сказали, что за контент выставок в этом центре фотографии ответственности не несут, несмотря на анонс выставки на официальном сайте Министерства. Данная информация была размещена в разделе «События в сфере культуры автоматически». Для этого любое учреждение культуры может зарегистрироваться в системе единого информационного пространства, пройти модерацию. Сам фотограф уже заявил происходящим разочарован. Но вот обратная сторона скандала. Интерес к стёрджису в столице точно вырос. Жаркие споры в сети привели к дверям центра фотографий тех, кто никогда о нём и не слышал. Эротика. Законом не запрещено. Отказаться ещё и от эротики вряд ли. И тогда где остановиться на этом пути? Ну, конечно, нет. Тем более, что выставка честно маркирована 18+. Но что меня царапнуло, так это то, что стёрджис ставит в эротический контекст детей. И фотографирует их именно так, словно они сексуальный объект. Он либо ловит момент, некую взрослую искру во взгляде или блик из томы в силуэте, либо сознательно выстраивает постановочные сексапильные сцены. И одежда, есть она или нет, уже не важна. Сексуальность не обязательно материальна. Да и мода на полную раздетость уже проходит. В конце концов, такой классик жанра, как плейбой, уже давно недораздевает своих моделей, а для свежего номера вообще хиджаб. И кто скажет, что эрос здесь не пролетал? На московской выставке стёрджиса эротика – последовательная линия в представленных художественных образах, где женская загадка уже почти не загадка, и ключи подобраны. Но в то же пространство до кучи добавлены и малолетние. Что это, если не сексуальная эксплуатация детскости как таковой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...